Платинум-арену в Хабаровске построили 20 лет назад. Она стала первым спортивно-зрелищным комплексом в регионе, где провели сотни чемпионатов по разным видам спорта и тысячи концертов. Но главное, Платинум-арена стала домом для хоккейного клуба «Амур». Все, что связано с хоккеем, гостям решили показать на площадке у спортивного комплекса. Это и ворота, в которые можно попробовать забить шайбу, раздевалка, где предлагают примерить всю экипировку. На площади выставили даже ледовые комбайны и сделали сугроб. Так организаторы праздника решили погрузить уже соскучившихся болельщиков в долгожданную атмосферу. Тут проходит вся жизнь. Два парня, два хоккеисты. Сначала у одного на игре побыли, потом перешли на другую игру. Ну вот, собственно, вот так вот мы и живем. В этом году 20 лет, как я болельщица. То есть в 2003-м открыли, и я вот хожу на хоккей, сына уже привожу сюда. Мы болельщики. Сразу после открытия в 2003-м году арена стала визитной карточкой города, где проводились отборочные этапы на Кубок мира и Олимпиады, чемпионаты страны и мира. Здесь выступали звезды мирового масштаба, а на открытии пел Дэмис Русис. В Платином арене проходят общегородские школьные выпускные. Когда прорабатывался концепция этой арены, сразу было заложено в идею то, что это не только хоккей. Это и зрелищные мероприятия, это концерты, это какие-то массовые социальные мероприятия. То есть арена-трансформер, которая позволяет в течение, допустим, суток развернуть, благодаря уйти от хоккея и прийти к концерту знаменитой мировой звезды. В честь нерождения на ледовой арене развернули кинозал, где зрителями стали болельщики хоккейной команды «Амур». Каждый год они приходят сюда на открытые тренировки и автограф-сессии. Однако в этом году команда готовилась к началу сезона КХЛ в Подмосковье. Документальный фильм о команде стал подарком ко дню рождения Платином арены. Нам показалось, что было бы интересно людям посмотреть, как происходит процесс подготовки изнутри. Попытаться заглянуть и в раздевалку, и в тренажерный зал, во все вот эти вот маленькие тонкости, нюансы, связанные с медициной, с питанием. Там с психологическими какими-то нюансами. Фильм о команде снимали в режиме нон-стоп месяц. Операторы находились с командой круглосуточно, чтобы показать все, что обычно не видят болельщики. Слава, у нас самый главный химик. Углеводы, витамины, а бактерии немножко. В итоге об Амуре вышел часовой фильм, где рассказали о целях и мотивации команды, познакомились с новыми игроками и о юморе не забыли. Потом жениться придется, братан, на ней. В ближайшее время фильм покажут в кинотеатрах Хабаровска, а в преддверии первого домашнего матча, который состоится уже 19 сентября на нашем телеканале. Ульяна Крамаренко, Константин Пестерев. Для Большого города.